Омнамо Бхагавате Васудеевая Омнамо Бхагавате Васудеевая Омнамо Бхагавате Васудеевая Шримад Бхагаватам, четвертая песня, 16 глава, певцы прославляют царя Притху, тексты 15, 16, 15 текст Литературный перевод Шрилы Парупады Все подданные царя будут очень довольны его делами и решениями, поэтому люди с радостью признают его своим повелителем, текст 16 Мы повторяем текст, да? По телефону повторяем? Дритха вратах сатья сандго Дритха вратах сатья сандго Браманьо в ритха севаках Шараньях сарвабутанам Манадодзина вацлага Дритха вратах сатья сандго Дритха вратах сатья сандго Браманьо в ритха севаках Шараньях сарвабутанам Манадодзина вацлага Пожалуйста Дритха вратах сатья сандго Дритха вратах сатья сандго Браманьо в ритха севакаха Шараньях сарвабутанам Манадодзина вацлага Дритха вратах сатья сандго Брахманьо в ритха севаках Браманьо в ритха севаках Шараньях сарвабутанам Шараньях сарвабутанам Манадодзина вацлага Матаджи Матаджи Пословный перевод Дритха вратах сатья сандго Дритха вратах сатья сандго Непоколебимый в решениях Сатья сандго Никогда не отступающий от истины Браманьо Почитатель браманической культуры Вритха севакаха Слуга старцев Шараньях Служащий прибежищем Сарвабутанам Всех живых существ Манадага Выказывающий уважение каждому Дина вацалага Очень добрый к бедным и беспомощным Литературный перевод и комментарий О божественной милости Абайчир Наравинда Бхактивиданта С вами Шрилу Прупады Шрилу Прупады Киджай Царь будет непоколебим В своих решениях И никогда не отступит от истины Являясь оплотом Браманической культуры Он всегда будет заботиться О старцах и мудрецах И оказывать покровительство Всем предавшимся ему душам С уважением Относясь к каждому Царь будет неизменно милостив К невинным и обездоленным Комментарии Шрилы Прупады Особенно важным в этом стихе Является слово Вритха Севакаха Вритха означает старший Человек может быть старшим По возрасту или по знаниям Это санскритское слово Указывает на то Что старшинство человека Может определяться Глубиной его познаний Царь Притху всегда почитал Браманов и всячески заботился о них Он также помогал людям Достигшим преклонного возраста Если царь принимал Какое-либо решение Никто не мог остановить его Никто не мог остановить его Когда царь принял решение Эта черта характера Называется Дритха Санкалпой Или Дритха Вратой Конец комментария Дритха Санкалпой Дритха Санкалпой Хри Кришна Хри Кришна 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 Хри 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 Рама Хри Рама Итак, в этом тексте, в этих текстах, 15-й текст, 16-й текст, также вот в этой вот 16-й главе, которую мы сейчас читаем, изучаем, здесь есть группа текстов с 15-го текста и по 19-й, в которых описываются качества Махараджи Придху. Качество Махараджи Придху. Это очень важно, чтобы правитель обладал качествами. И слово кшатри имеет два санскритских корня кшатри. Один корень кшат, другой трояте. Кшат означает боль, трояте означает избавляют от. То есть идея быть кшатрием или быть руководителем, или быть воином, это не просто подчинять себе кого-то, чтобы быть над кем-то начальником или, допустим, какие-то военные действия для того, чтобы применять насилие. Нет смысла в том, что кшат и трояте. Кшат означает боль, трояте означает избавляют от. Можно избавлять от разных болей, от боли в спине, в суставах, от головной боли, от зубной боли можно избавлять. Иной раз приходится делать хирургические операции. Об этом в Багавадгите во второй главе Шрила Парупада в одном из комментариев приводит это сравнение. Когда хирург делает операцию, он режет под анестезией, естественно, режет своего пациента не для того, чтобы ему было больно, а для того, чтобы его вылечить. Но сам процесс исцеления сопровождается порой болью. Для чего? Для того, чтобы избежать еще больше боли в будущем. И наше существование, наше бытие, может, водичка есть у нас, есть у нас вода. И наше бытие протекает, пролегает на пяти уровнях, пять уровней. Это тоже описывается в Багавадгите. Анна-мая, прана-мая, мана-мая, вегена-мая и ананда-мая. Ну, это санскритские, опять же, термины, но можно это все перевести на обычный русский язык. Анна-мая означает телесное бытие, бытие нас, как вот этого вот тела, которое подчинено, как и любое тело, законам биологическим. То, что оно возникает, формируется, оно какое-то время развивается, потом угасает, заболевает и прекращает свое существование. Анна-мая. Анна в переводе санскрита означает пища или зерно. То есть, благодаря тому, что мы едим, одна из наших потребностей, биологических потребностей. Благодаря тому, что мы едим, на уровне анна-мая мы можем быть удовлетворены. Вообще, есть четыре вещи, которые нужны для того, чтобы живое существо было удовлетворено на уровне анна-мая. И что же это за четыре такие вещи, кто знает? Кроме еды. Что там еще? Еще три штуки есть. Еще три штуки осталось, кто знает. Ну-ка. Не помните, что ли? Сон, еще что. И да, сон, совокупление обороны. Это конкретный перечень. Четыре биологические потребности, которые присущи любому живому существу. И человеку, и кошке, и собаке, и любому живому существу они присущи. Каждому нужно чего-то есть. Также мы все спим. Кто-то побольше, кто-то поменьше, кто-то слишком много. Кто-то вынужден спать мало, кто-то выбирает спать мало. И да, сон, продолжение рода и оборона означают обеспечение безопасности своей, безопасности, физической безопасности, безопасности тела. Также моральные, личные границы. Такая есть тема. Чтобы было благополучие в уме, чтобы не было беспокойного ума. То есть живое существо ищет этой защищенности. Дальше, в зависимости от того, насколько живое существо, насколько эти потребности у него закрыты или не закрыты, оно может быть на уровне этой анномайи удовлетворено или даже счастливо. Или даже счастливо. Но по-настоящему, конечно, оно может быть счастливо на уровне, условно счастливо оно может быть на уровне анномайи или на телесном уровне, если оно в своем развитии не идет выше этого телесного уровня, то есть считает себя и свое бытие именно ограниченным вот этими вот рамками. И да, солнцевокупление, обороны, и не более того, и животные отличаются от человека именно тем, что их сознание сосредоточено именно в пределах этих четырех потребностей. Люди могут смотреть на своих любимых питомцев домашних и думать, что, о, моя собачка меня понимает, она смотрит на меня таким понимающим взглядом. Это называется перенос, психологическое явление, перенос, переписывание собственных качеств другому живому существу. Чанаке Пандит, которого Шрила Парупада многократно цитировал в своих лекциях, говорил «атмаван манитэджагат». «атмаван манитэджагат» означает «каков я, таков и мир», то есть «я сужу о мире по себе». И, соответственно, мы смотрим на собачку, на кошечку, на любимого хомяка и думаем, что хомяк исполнен таких же благородных чувств, как и мы. Похожая история приводится в пятой песне Бхагаватам. Это история про Махараджу Барату, который привязался к олененку, все время думал о нем, все время служил ему, и в результате в следующей жизни родился оленем. И когда этот олененок его покинул, а он в это время оставлял тело, так уж получилось, у него была постоянная медитация на этого олененка, и он думал, этот олененок, он почему от меня убежал, а он от того убежал, что он очень благородный на самом деле. Это я подлец и не стою его общества. Помните, да, эти чудесные тексты? Ну, а если хотите, потом перечитайте эти тексты из пятой песни Бхагаватам, там, где описывается, как Махараджа Барата, тоже, кстати, кшатри, бывший кшатри, но он отошел от дела и начал заниматься духовной практикой потом, и вот так вот отвлекся. И он прославляет этого олененка, он приписывает ему самые различные качества, чуть ли не качества святой личности. Так бывает, это склонность живого существа, склонность человека боготворить что-либо или кого-либо. Самое главное, чтобы эта склонность была направлена куда надо, то есть мы, чтобы не перепутали и не направили эту склонность превозносить, возносить, возносить на пьедестал кого-либо, чтобы мы не направили эту склонность куда не надо. И дальше выше уровня аномайи находится выше еще уровень праномайи. Прана означает жизненный воздух. Жизненный воздух, то, что движется в теле, эти потоки жизненного воздуха, их всего пять, и счастье на уровне праномайи заключается в активной жизни и в отношениях с людьми. Человек чувствует, что жизнь, она в движении. Слышали такую поговорку, да, такое утверждение? В движении жизни. В движении жизни. То есть, в принципе, на предыдущем уровне, на уровне аномайи, можно было бы никуда не двигаться. Сходил в ближайший магнит или пятерочку за едой, там же диван, там же совокупление, там же оборона с замками, две двери с кодовыми замками, домофон, еще один домофон, три домофона, сколько хотите. Любой каприз за ваши деньги. Уровень аномайи не предполагает, он не обязывает человека даже как-то активно предпринимать действия, но потом, то есть, строго говоря, уровень аномайи означает живое существо, думает, вот только я и существую, и мои потребности самые главные. Но на уровне праномайи это уровень повыше, и он заключается в том, что человек оглядывается или вообще живое существо эволюционно, которое готово к этому оглядывать, смотрит, оказывается, еще есть кто-то другой. И вот праномайя означает, нужно вот это взаимодействие, взаимодействие с людьми, общение с людьми, активная социальная позиция, общественники какие-то, вот они вот испытывают участие на этом уровне праномая, двигаться, спорт, гантели, лыжня и так далее. А кому-то достаточно дивана, ему не нужна лыжня, ему достаточно дивана, телевизора и холодильника, чтобы там все было. Выше уровня праномая находится уровень маномая, мана означает манос, то есть это ум, ум, ум. Манос — это ум. Соответственно, человек испытывает счастье, удовлетворение, строя в голове разные умственные представления о жизни, концепции. Вегьяна майя чуть выше. Это не просто собирательство информации, это стремление к мудрости. И в конце концов, если это стремление к мудрости осуществляется в рамках авторитетной духовной традиции, то с уровня Вегьяна майя можно дойти до высшего уровня, уровня Ананда майя. Ананда означает блаженство, блаженство. Ананда майя бьясат — это второй афоризм Веданта Сутры. Ананда, Ананда майя бьясат — это означает, что живое существо по своей природе стремится к счастью. Это вполне естественно, как писал писатель Короленко, именем которого названа эта улица, в своем рассказе под названием «Парадокс». Человек создан для счастья, как птица для полета. Это вполне естественно. Но возникает лишь вопрос, высокого ли полета живое существо. Вот в чем дело. Но само по себе стремление к счастью, оно вполне естественно. И в Бхагавадгите описываются эти три уровня счастья, находящиеся в трех гунах материальной природы. И это вполне естественно, что в зависимости от уровня сознания разным людям доступно разное счастье. И возвращаясь к теме кшатриев, кшат и трейте. Кшат означает боль, трейте означает «избавляет от». И что причиняет живому существу боль в этом мире? Есть тройственные страдания так называемые. И они называются на санскрите. Если кому-то интересен санскрит, то санскрит. Если нет, то можно запомнить просто по-русски. Адхиятмика, Адхибаутика и Адхидайвика мы испытываем разные беспокойства, которые идут от Адхибаутика, Бхута, другие живые существа. Разные живые существа, начиная от комаров, заканчивая соседями сверху-снизу, заканчивая главой государства, нашего государства, другого государства, кого угодно. В зависимости от того, насколько человек открыт к тому, чтобы беспокоиться и тревожиться по поводу того, как действуют другие. И что вот это... И вот они должны обязательно действовать иначе. Вот обязательно они должны действовать иначе. Политики должны действовать иначе. Звезды эстрады должны петь по-другому. Соседи должны быть другими, культурными. Они не должны включать телевизор громко, чтобы мы слушали все эти новости этажом выше. И чем больше этих мыслей о том, кто чего нам должен, тем больше нам, конечно, беспокойств. Поэтому... То есть, в Шри Читане Махапрабу Господь Гауранга перечисляет качества, которые важны для того, чтобы мы могли быть успешными в практике повторения святого имени Господа. Это в практике повторения Хри Кришна, Хри Кришна, 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 Хри Хри, Хри Рама, Хри Рама, Хри Рама, Хри Хри. И одно из них первое качество — это смирение, уметь смиряться, уметь терпеть, также уметь оказывать почтение другим. И самое главное — не ожидать почтения в свой адрес. Однажды к бахтисиданте Сарасвати Такуру, это духовный учитель Шривы Прюпады, пришел один вайши, торговец, бизнесмен, он говорит, примите меня в сученики. И бахтисиданте Сарасвати сказал, да, это можно, но надо следовать вот этим качествам, которые перечислены в третьем тексте Шри Шри Шри. Шикшаштаки в бахтисиданте Сарасвати Такур назвал этот третий текст Шикшаштаки так называемой пранали-мантрой в нашей традиции. Что такое пранали-мантр? Это такая мантра, которую давали в прежние времена, сейчас это не работает, этот процесс. И точнее, ну да, он и не работает, он к тому же скомпрометирован разными, так сказать, мошенниками от религии. Пранали-мантра означает специальная мантра, которую дает духовный учитель ученику, и повторяя конкретно эту мантру, ученик в какой-то момент осознает, кто он есть в духовном мире, кто он там есть. Но это очень возвышенная практика, и еще раз, она многократно скомпрометирована разными псевдодуховными лидерами прошлого, которые давали эту мантру людям и говорили, или даже сразу назначали им некую роль в духовном мире, что якобы они знают, кто они, вот эти вот люди, кто они там. Вы, главное, скорее несите денежки, иначе быть в беде. Несите денежки нам, и мы вам расскажем о том, кто вы есть. Вактисиданта Сарасвати сказал, что теперь в нынешней ситуации этой пранали-мантрой, то есть этой мантры, на которую стоит медитировать, которую, как сказал Господь Гауранга, нужно себе на шею надеть и носить всегда, и всегда помнить, является именно этот третий текст Шри-Шри-Шик-Шаш-таки, потому что в нем перечислены качества, которые приближают нас, которые нас очищают для духовной жизни, которые нас приближают к достижению этой высшей духовной цели. Эти четыре качества, и также они позволяют человеку иметь стабильную практику повторения. Хорея Кришна, Хорея Кришна, 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 Хорея Хоре, Хорея Рама, Хорея Рама, 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 Хорея Хорея. Итак, к нему к Бактисиданте Сарасвати пришел торговец и говорит, хочу к вам ученики. Он говорит Бактисиданте Сарасвати, да, вот вам третий текст Шри-Шаш-таки. Нужно, говорит, быть смиренным. Торговец говорит, это запросто. Я перед каждым своим клиентом всегда смиряюсь. Я всегда настроен на то, что клиент прав всегда, потому что я же понимаю, что иначе я ничего не продам. Я всегда смиренный перед ними, всегда хочу узнать, что я могу для них сделать, чтобы они были довольны. Хорошо, говорит Бактисиданте Сарасвати, следующее качество – это терпение. Нужно быть терпеливым. Это тоже, ко мне приходят клиенты, они жалуются, что им то не так, и это не так. Поэтому есть опыт, говорит этот торговец. Хорошо, тогда следующее качество – это быть почтительным по отношению к окружающим. Это запросто, говорит торговец, потому что иначе ничего не купят, если я не буду выражать почтение и уважение своим клиентам. И четвертое качество, говорит Бактисиданте Сарасвати Такур – это не ожидать в свой адрес никакого почтения взамен в ответ. Ну это уж слишком, сказал торговец. Это уж слишком. И отказался от этой идеи. Харе Кришна. Итак, суть положения кшатрия заключается в том, чтобы избавлять своих праджей. Праджа означает подданные. Избавлять их от боли, от кшат. Кшат-трейты. Избавлять их от боли. И да, тройственные страдания. Значит, первая категория – это отхибаутика. Отхибаутика означает живые существа вокруг нас. Причиняют нам беспокойство. Это до какой-то степени зависит, конечно, от нашей восприимчивости, от нашей устойчивости эмоциональной, сколько у нас ее. Но также мы можем эту устойчивость увеличивать. Потому что это один из побочных эффектов повторения махамантры. Харе Кришна. Харе Кришна. 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 Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Харе Харе. Ман. Мантра. Оба корня одинаковые корни. Трейтэ. Кшатри и мантра. Ман. Манас. Ум. И тра. Опять трейтэ. Опять освобождать. Мантра – это то, что освобождает ум. То есть мы становимся свободны от чего? Ну-ка. От ума. От ума. Точнее, не от ума, а от горя от ума. От горя от ума. Потому что он, когда в нем что-то крутится постоянно, крутится, крутится в уме. Но если мы нормально повторили, там перестает крутиться. И там уже обретается покой, благоденствие и удовлетворенность жизнью. И бхакти-йога, связь с Кришной. Если мы качественно и желательно по максимуму с утра повторили. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна, Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. 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 Харе Харе. Адхи Баутика. Это от других живых существ. Также дальше. Адхи Дайвика. Дайва. Дайва. Полубоги. Это связано с погодой, со стихийными бедствиями в том числе. Это может быть плохая погода. Это может быть какие-то стихийные бедствия, цунами, наводнения и так далее. И, конечно, люди страдают, когда какой-нибудь пожар или торнадо или что-нибудь еще. И это тоже естественная часть жизни человека. Естественная часть жизни человека. И, наконец, то, что мы живем в этом мире, обязательно чего-нибудь время от времени происходит. Конечно, землетрясений не бывает там, где их не бывает, но что-то все равно бывает. И, наконец, Адхи Ятмика. Это беспокойство или страдания, причиняемое на уровне атмы. Слово атмы имеет разные переводы. Это и тело, и ум, и душа, и так далее. И на уровне тела мы сами, если болеем, допустим, у нас тут чешется, тут заколет, зуб заболел. Надо идти к стоматологу, или голова заболела, само тело причиняет беспокойство. Потом есть тонкое тело, и ему соответствуют психические заболевания. Человек заболел психически, он тут же и сам беспокоится, и становится объектом для беспокойства окружающих такой человек. И, наконец, что еще? Да, еще остается разум и атма как душа. То есть живое существо может испытывать голод, духовный голод. То есть мы можем испытывать неудовлетворенность, незакрытые потребности, еще что-то на уровне тела, на уровне психики. Но самое главное — это духовный голод и его... Точнее, все важно, все важно. Бхактивинода Такур в Шричитане Шикшамрити пишет, что пока мы находимся в обусловленном состоянии, нам обязательно нужно... Что делать? Нам нужно все четыре сферы нашей жизни, ну, потребности во всех четырех сферах жизни, они должны быть удовлетворены. Это тело, это психоэмоциональная сторона, наш внутренний мир, это социальные наши связи, они должны быть здоровыми, адекватными, с людьми, способность ладить с людьми. И четвертое — это духовный уровень. У нас должна быть нормальная садана, ранний утренний подъем и внимательное повторение. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Харея, Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея Харея. И регулярное принятие в пищу освященной пищи, просада. И с каждой минутой мы становимся все ближе и ближе к этому. С каждой минутой. Вот это тоже часть нашей духовной практики. Это очень важно. Как там? Тараматы джихвати лоба мой судур мати. Чувства очень хотят своего, всегда чувства. И самое из них взыскательное и требовательное чувство — это язык. Он хочет, чего он хочет? У него две функции. Поесть бы и поговорить. Замечали, да? Поговорить о том, о сём, о пятом и десятом. А также, что тоже очень важно, о двадцать пятом. То есть... И духовная практика начинается с того, что мы занимаем свой язык. Именно язык в преданном служении. Мы начинаем с этого. То есть мы переходим на освященную пищу, на Кришна Прасад. И мы говорим «Хареи, Кришна!» Махамантру. И мы читаем эти книги, и мы поём киртаны и так далее. И чем больше мы занимаем свой язык в этом направлении, тем оно лучше. «Тараматы джихвати, лоба мой судурмати, таки джита катхина самсары, таки джита катхина самсары». Очень сложно обуздать этот язык, взять его под контроль, катхина, в самсаре, находясь в условиях материального мира. Кришна Бара Доя Мой Кори Бари Джихва Джай. Он по милости своей. Сва Прасад Анадива Бай. Свой Прасад, свою милость в форме освященной пищи. Анадива Бай. Анадива Дива дал. Шри Шри Нитай Гавра Сундара Киджай. Он дал эту милость. Бай. Бай означает «братья», «о, братья», «о, братья». Он дал эту милость. Вот. Сэй Анна Мрита Пау. Вкусите же эту Анна Амриту, то есть эту нектарную пищу. И Рада Кришна Гуна Гау. Прославьте Шри Мати Радарани и Господа Кришну. Прими Дако Шри Читане Нитай. И радостно скажите «Шри Читане Нитай». Повторяйте имена Читане Нитай, то есть Господа Гауранги, Господа Нитянанды. Это благодарность называется. Она очень важна. Мы направляем ее непосредственно Господу, к Шриле Парупаде, к духовному Учителю, к преданным вокруг нас, которые помогают нам. Каждый, кто чем может, помогает нам в нашей духовной жизни. Просад – это очень важная практика, которая снижает уровень этих тройственных страданий, которые каждый из нас испытывает в материальном мире. Один из моих духовных братьев, Ванинадх Прабу, Царствие Ему Небесное, он был распространителем книг, и он делился своим опытом. Он распространяет книги, иной раз вот не берут и не берут, и приходишь. Единственное утешение – это Просад потом. Садишься и произносишь эту молитву, вкушаешь Просад, и снова чувствуешь единение с Кришной, который все равно вместе с нами, несмотря ни на что. Потому что сознание наше так устроено, что если что-то не по-нашему, или, как нам кажется, не по-нашему, то мы склонны бываем думать, а куда Бог смотрит, и вот это ощущение, что связь нарушена, или что Он куда-то отвернулся и решил посмотреть куда-то еще. Нет, Он везде смотрит, везде у Него камеры наблюдения. Он всепроникающая сверхдуша, всепроникающая параматма. Он знает все обо всех. Он Трикология и Он Сарвагия. Трикология знает прошлое, настоящее, будущее каждого живого существа, и не только человека, а любого живого существа, любого комара, кем был вот этот вот тот или иной комар, который пролетел, кем он был в прошлой жизни, кем он был 10 жизней назад, кем он был 100 жизней назад, кем он будет и так далее. Господь все знает про нас. Кришну не обманешь? Кришну не обманешь. Мы можем обманывать окружающих. Мы можем делать какой-то вид, что мы там такие, раз такие. Но Господь все знает. И осознание этого дает человеку понимание, что честность, она очень важна, как минимум внутренняя. Для духовной жизни она очень важна, эта внутренняя честность, потому что обман самого себя, он, наоборот, отдаляет от Господа, который все равно всю истину знает и про нас, и про окружающих, и так далее. И вот этот вот всезнающий и всеведущий Господь, он не только на алтаре, он и на алтаре, конечно, безусловно. Он принимает наши молитвы, но он также и сопровождает нас, и может возникнуть вопрос, от чего ходить в храм, если он всегда с нами Господь, так? Он всегда со мной, скажет человек, ну хорошо, скажем мы такому человеку, Господь всегда с тобой, но тот факт, что он всегда с тобой, и ты, как бы, допустим, в стороне от храма, а насколько ты, ну или вы, в зависимости от возраста, там и так далее, ты, вы, насколько человек чувствует естественное вдохновение жить духовной жизнью, если человек обособился, допустим, предположим, да? Шрила Привупада в одном из комментариев к Бхагаватам пишет, что невозможно практиковать сознание Кришны вне общества преданных, невозможно это делать обособленно. Господь Читания дал этот процесс именно в таком формате, что он проливает свою милость на своих преданных, если они собираются вместе и занимаются совместной деятельностью для того, чтобы его удовлетворить. Что-то похожее говорил Иисус, Иисус Христос, про то, что те, кто собираются вдвоем или втроем, я вместе с ними, я не помню точную цитату, но есть похожие слова и там тоже. Один из наших индийских проповедников приводит хорошую аналогию, говоря о присутствии Господа в сердце каждого живого существа и присутствии Господа в храме. Он говорит, если хочется общаться с Господом, то надо прийти в храм, или надо из своего дома сделать храм, поставить там алтарь и общаться с ним через этот алтарь. А если мы просто думаем, что у нас сердце, и при этом у нас нет ни храма, никакой вайшнавской атрибутики дома, которая бы была, так сказать, алтарем, он говорит таким образом, что вот, допустим, нам хочется попить водички, нам ее могут принести и налить в стакан. Но точно так же можно сказать, вода она везде, она реально везде, вот в этом воздухе тоже есть вода. Здесь тоже есть определенный уровень влажности. И можно сказать, пейте эту воду, которая в воздухе. Как ее будешь пить-то? Как ее будешь пить? С трудом. А? Надо, да, надо как-то ее извлечь. Но еще проще это прийти в то место, где уже есть концентрат. И это очень важно. В Харри Бхакти Судадай есть текст, в котором говорится, что человек, человек, вообще живое существо, оно подобно горному крусталю, в том плане, что оно отражает качество, цвета, формы и так далее, тех предметов, которые расставлены вокруг. То есть, иначе говоря, человек подобен тем, с кем общается, скажи мне, кто твой друг или кто твой знакомый, и я скажу тебе, кто ты. Я скажу тебе, кто ты. И идея заключается в том, что если человеку хочется качественной, интенсивной духовной жизни, то он должен создать эту обогащенную среду вокруг себя. То есть окружить себя, или окружиться, или войти в окружение. Нет, правильнее сказать, войти в окружение. То есть окружение уже есть, есть уже общество. Нужно самому туда войти, с сложенными ладонями, не то что окружить. А ну-ка пошли сюда ко мне. Ну-ка пошли ко мне общаться. К Шриле Парупаде, это в трансцендентном дневнике приводится эта история. Хайри Шаури Прабу пишет эту историю. Один индиец, музыкант, певец, пришел к Шриле Парупаде и говорит, С вами Джи, я хочу исполнить перед вами песню, которую я сочинил про Господа. И он говорит, ну давай. И песня была такая. Огапал, это имя Кришны. Огапал, приди и потанцуй передо мной. Вот такая была песня. И такая индийская. И Шриле Парупаде объяснил ему, что нельзя так. Самбанха, то есть природа отношений наших с Богом, заключается в том, что не мы его должны к себе пальцем или по щелчку пальцев как-то вот распоряжаться, чтобы он пришел. А наоборот, нужно стараться делать свои шаги навстречу ему. Он, конечно, делает свои шаги навстречу нам тоже. Но он господин. Он Ахам Биджа Прадах Пита. Он дает жизнь всему живому. Ахам Сарваси Прабаво, Матах Сарвам Правартате. Все исходит из меня. Он источник из него. Он источник и духовных миров, и материальных. Он господин всего и вся. Мы не можем ему приказывать. Поэтому положение преданного, позиция преданного заключается в том, чтобы наоборот узнать, отчего Бог от меня хочет, и попытаться это выполнить. И тогда все будут довольны. И Господь будет доволен. И Шрива Прабавпада будет доволен. И Духовный Учитель будет доволен. И преданные будут довольны. И живые существа вокруг тоже будут довольны. И приводится известная аналогия про растения. Про полив корни растения. Есть растения, и мы поливаем это растение в корень. И в результате этого, этой живительной влагой наполняются и листья, и ветви, и все на свете. И даже цветочки могут распуститься. И даже ягоды могут потом пойти. И все из-за того, что мы полили в корень. И корнем всего мироздания является Господь. Очень важно, чтобы в духовной жизни человека была духовная составляющая. Если мы поливаем не то, то у нас и не вырастет. И эта аналогия заключается в том, что мы поливаем этот корень, вот они, ветки. И кто эти ветки, и эти листья, это другие живые существа, они тоже естественным образом удовлетворены, когда мы взаимодействуем вместе с ними, если у нас вот тут и вот тут все хорошо. Ну, мы идем по этому пути, по пути очищения, по пути духовного прогресса. И это способ сделать так, чтобы было хорошо всем. И нам, и окружающим, и самое главное, Господу. Но все равно будут недовольные. Эти из серии, как был мультфильм «Баба-Яга против». Может быть, помните такой. Все равно будут такие люди. И поэтому преданному не стоит пытаться прямо вот как-то сильно удовлетворить вот всех, вот всех-всех-всех, кто вокруг него. В конце концов, это в христианской традиции, в православной традиции это называют «человеку угодием». Это один из грехов. «Человеку угодия». Когда человек пытается угодить людям вокруг, а не Богу, это не означает, что нужно пренебрегать мнением людей, конечно же. Но когда беспокойство по поводу мнения мирян и обывателей становится гораздо больше, чем беспокоясь по поводу того, удовлетворят ли мои действия Господа, то с точки зрения духовной практики это грех, это отклонение, потому что грех это то, что уводит в сторону от этой духовной практики, от ее сути. Отвлекает, уводит в сторону, нарушает эту йогу, нарушает эту связь. Но удовлетворенность людей вокруг нас зависит от того, удовлетворен ли Господь, который, опять же, всепроникающий, всезнающий, сверхдуша, мы Ему служим, и Он сообщает окружающим нас людям то же самое чувство удовлетворения. Оно происходит вот так. Но все равно будут люди, которые недовольны. И это нормально, и это тоже часть жизни, и поэтому должна быть некая, так сказать, референтная группа. Референтная группа или те люди, с мнением которых мы сверяемся, сверяем свою духовную жизнь. Это гуру, садху, шастры, это духовный учитель, это священные писания, это саду, то есть преданные вокруг нас, это те или иные старшие, мнение которых для нас важно, на которых мы ориентируемся. мнения могут быть самые разные, настроения могут быть самые разные, и поэтому очень важно, чтобы мы сосредоточились на том, чтобы точкой отчета в нашей духовной жизни было мнение компетентных духовно сведущих людей, которые, по отношению к которым, мы себя ставим в положении «to be ready, to be corrected and directed», то есть быть готовым к тому, чтобы они нас направляли и исправляли. Это ученичество, это ученичество. Какими бы мы старшими или старшими, преданными или старыми, преданными бы ни были, сколько бы мы не просидели бы в этом движении, сколько бы мы не съели просада за свою жизнь и так далее, все равно эта ученическая позиция никуда не должна деваться и мы ориентируемся на это мнение. И кшатри, кшат, трейте, кшат означает тот, кто кшат означает боль, трейте означает избавляет от, соответственно, кшатри, как ну, как глава государства, как администратор и так далее, создает условия для избавления живого существа от самого высшего вида боли, какая только может быть у живого существа, а это боль нарушенной связи с Господом. В конечном счете, корень всех болей от этого. И поэтому кшатри – это тот, кто сам следует религиозным принципам, я имею в виду ведические времена, конечно же, которые описываются в этих священных книгах. И также, будучи на руководящей должности, он создает все условия для того, чтобы браманы или духовенство могли квалифицированно помогать всем остальным, помогать праджам, чтобы они духовно росли, повторяя разные мантры в зависимости от юги, в зависимости от эпохи. Но, конечно же, в наше время, в наш век, в Кали-югу самая главная практика это повторение. Вы знаете, конечно же, Харея Кришна, Харея Кришна, Кришна Кришна, Харея Харе, Харея Рама, Харея Рама, Рама Рама, Харея Харея. Эти истории, которые описываются в Бхагаватам, исторически достоверные, они изложены не в хронологическом порядке. Установить хронологию также сложно, потому, ну, то есть, сложно определить год, в каком году, так сказать, до нашей эры это было, в какую Дивья-югу это было, это затруднительно определить. Самое главное, что мы извлекаем из этих историй, это духовные уроки, которые содержатся в них, и эти уроки мы становимся способными усвоить, потому что Шрила Парупада прокомментировал эти тексты, иначе мы ничего не поняли бы, или поняли бы по-своему, а в этом плане у человека обычно бывает ум достаточно плодовитый, как можно понять по-своему. Вот. А эти истории рассказаны не в хронологическом порядке, они рассказаны в том порядке, в котором Шукаде Вагаслами, Махараджа Парикшиту рассказывал, отвечал на разные его вопросы, и отвечая на разные его духовные вопросы в самом начале Бхагаватам, он, в зависимости от темы, рассказывает ту или иную историю, и это как поток, поток Святой Рики Ганги, или поток нектара Кришна-катхи, то есть нектара разговоров о Кришне, оно идет тематически, и в то же время, поскольку обсуждение этих тем приносит радость преданным, то это идет до какой-то степени спонтанно. И поэтому тут не стоит искать ни хронологии, ничего-то такого, но самое главное это то, что здесь, то, что здесь описывается в Бхагаватам, это все исторически достоверно, это Амала Пурана, Амала Пурана означает Пурана, которая учит чистому преданному служению, то есть ничего, кроме чистого преданного служения, здесь не описывается, ничего в угоду такого формата, как религиозная жизнь, ради собственной эгоистической обособленной комфортной жизни. Чистое преданное служение означает интересы Бога выше. Чистое преданное служение означает интерес понять, в чем эта воля заключается, и привести себя в синхрон с этой волей, эта воля всеблагая, она несет благо всем живым существам, и нам, и всем окружающим. И внутри могут быть определенные сопротивления, поэтому, конечно же, этот процесс нашего духовного очищения и излечения тоже кшат, трейте, тоже как и процесс обычного излечения, может сопровождаться определенной внутренней болью время от времени. Процесс очищения вполне естественно, что бывает болезненным, но не стоит унывать, потому что у нас есть анестезия в форме Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Харе, Харея Рама, Харея Рама, Рама, Харея Харе, а также в форме Киртана, в форме поклонения Божествам, общения между собой и в форме Шри-Шри Бхагават Прасада, Шри-Шри Нитай Гаурасундара Киджай, Шри-Лапрупады Киджай, Шри-Шри Бхагават Прасад Киджай, Харея Кришна. Спасибо большое. Времени на ответы на вопросы не осталось, но вот если они у вас есть, то вы подходите и задавайте свои вопросы. Харе Кришна. Бхагават Прасад